Так, теперь мы поговорим о еврейской литургии. Что значит литургия? Это порядок служения в общине, когда мы поклоняемся Господу. То есть община вся поклоняется. И молитвы, которые произносятся в общине, они произносятся от лица всей общины. Поэтому, видите, часто христиане моются там, Господи, благослови меня, мою семью, родных, близких и так далее. А мы говорим, да, мир нам и всему Израилю. То есть, когда евреи говорят, они говорят от лица общины и от лица всего еврейского народа. И помните, мы уже говорили в прошлый день, что та молитва, которая идет от лица общины, обязательно будет принята Богом. И есть определенный порядок. Есть определенный порядок. Совсем должен быть порядок, правда? Некоторые говорят, ну вот я исполнюсь Духом Святым, и я могу теперь делать все, что хочу, и так далее. Вот Дух пошел, вот Он нарушил наш порядок, и так далее. Дух хорошая вещь, и Дух порядок что будет? Соблюдать. Потому что Бог, это что есть? Бог порядка. Дух, это есть личность, это есть Господь. И если это Господь, то это Бог порядка, да? Понимаете, часто вот так это сравнивают. Такие вещи, у хасидов были такие вещи, когда возникало наполнение Духом, и говорили, есть огонь, да? Но если огонь не держать в сосуде, а просто выплеснуть его посредине комнаты, что означается? Пожар, да? То есть есть огонь Дух Святой, и есть сосуд. И это тот порядок, да, в котором проходят молитвы. Говорят, что порядок молитвы установили наши праотцы. Ну, по крайней мере, это так еврейская традиция говорит. Утреннюю молитву, как вы помните говорили? Утреннюю молитву. Шахарид установил Авраам. После полуденную молитву Минха Ицхак, а вечернюю Марию Яков. Так это или иначе, не знаю. По крайней мере, Шахарид и Минха соответствуют утреннему и после полуденному жертвоприношению в храме. И эти три ежедневные молитвы, которые ведут начало еще со времен праотцов, не были обязательными и не имели постоянного текста. Обязательные и постоянные молитвы были установлены мудрецами Великого Собрания. Кто такие были мудрецы Великого Собрания? Помните, Эзра в IV веке до н.э. привел разных мудрецов и книжников, да? И было Великое Собрание. Они называются мудрецами Великого Собрания. Одни говорят, что их было 120 человек, другие говорят, что их было 70 человек. Точно не знаем, но руководили ими обычно парой. Помните? Зугод парой. Ну, например, да? Автолеон и Шамай. Или Шамай и Гелель. И так далее. То есть есть определенные пары мудрецов. Вот это были мудрецы Великого Собрания. При этом ежедневные молитвы были сопоставлены в соответствии с порядком храмовой службы. Утренним, после и полуднями жертвопридошением и вечерним сжиганием остатков жертв. Через некоторое время, когда храм был разрушен, то было признано, что при отсутствии возможности принести жертвы молитва, заменяет с собой жертвопридошение, как это было предсказано пророком Гошия. Осия 14,3. Восполнив тельцов молениями уст наших. Ну, есть еще, помните, в Солме Давида, что жертву тельцов, да, ты не восхотел, а жертва, что? Дух, жертва Господу, дух сокрушен. Ну, я вам скажу так. Это не заменяет жертвопридошение. Потому что мы знаем, что за нас кто принес жертву? Ишуа Мессия. Она не заменилась, да? Жертва есть жертва. Просто это один раз была принесена жертва, и навсегда, на все времена. Но храма сейчас нет. И евреи решили такое компромиссное решение, что поскольку храма нет, то молитва, она заменяет служение храме. Первое получилось у них во времена Вавилонского пленения. И второй случай, это уже после второго, разрушения второго храма. И тогда уже сформировался определенный порядок. Определенный порядок, определенная литургия. Молитва. Причем, что интересно, до четвертого века нашей эры, до четвертого века нашей эры, этот порядок, эту литургию, нельзя было записывать. И это было хорошо. Правда? Вот смотрите, если взять литургию, литургия хорошая, еврейская. Но согласитесь, что если вы присутствуете при служении синагогии, вы мало что поймете, да? А большинству человеку еще верующий человек, который углубляется, он знает Слово Божье, он понимает, что там говорят, есть у него седур, он знает какой-то степени иврит, еще может быть интересно. Но обычному человеку, который заходит в синагогию, просто ему скучно. Правда? Ну, стали, сели, стали, сели, попели. Что-то там долго и нудно читает святого свитка, и ни одного слова не поймешь. Правда? И никто никому ничего не разъясняет, хотя первоначально, помните, мы говорили, чтение Торы всегда сопровождалось комментарием, который назывался драж, да? Позднее стали называть мидраж, и позднее много-много мидрашей записали. Ну, фактически мидраши, которые были, это были проповеди, которые когда-либо читались. Но в то время литургии такой не было. И литургии не записывали. Литургия была живой. Вот мы можем представить себе, какой была такая литургия, если мы прочтем Новый Завет. Как вы думаете, в Новом Завете, когда собирались мессианские евреи, у них была еврейская литургия или нееврейская? Еврейская, да? И вот давайте почитаем, что же об этом написано. Я хочу просто прокомментировать, прокомментировать в современном понимании. И вы помните, что греческие слова, они были, заменяли, первоначально был смысл, евреями, для евреев, и на каком языке, скорее всего? На еврейском, да? И потом уже, скорее всего, было переведено на греческий язык. В крайнем случае, даже если евреи писали по-гречески, они мыслили как? По-еврейски, да? Поэтому это был, помните, мы говорили, грамотический неправильный греческий язык. И вот послушайте, интересная вещь. Значит, как в это время было еще такое литургическое, значит, что было? Было халель, прославление Господа, да? Были молитвы, было еще такое, чтение Торы было, да? Комментарии к Торы были? Были, обязательно. Драж, проповедь в то время была. Еще очень интересно, такая литургическая поэзия была. Вот многие евреи были поэты, и поэты сочиняли стихи на тему недельной главы Торы. У нас еще такого нет в общении. Но когда у нас появятся поэты, да? Это очень интересно. Ну, я пишу, я же не поэт, я просто, как сказать, когда приходит что-то в голову, тогда я пишу. А поэт, это тот, который посвящает этому делу, это тоже дар, да? Он развивает этот дар. Так вот, интересно. Значит, поэт сочиняет стихи, которые прозвучат в синагогах, в субботний или праздничный день. И знает, что он, в первую очередь, представитель общины. И вы помните, в ферс, шали, а цибур, сокращенно шац. Когда-то, каждую субботу, поэт приносил в синагогу новые стихи. Представляете? Они писались по строго установленным правилам, страфы и рифмы, а тематически были связаны с молитвой и недельным разделом Торы или пророков. К сожалению, большинство таких стихов, они назывались пиюты. От слова пиют, да, поэт и пиют. Большинство таких стихов, пиютов было утеряно. И некоторые только вошли в сидур. Вот, например, Лиха Дади. Хорошая современная обработка Лиха Дади. Прекрасно, да? И это все были современные поэзии. Это была современная музыка. Вы понимаете, это нам сейчас кажется, что Бог что-то хочет такое, что было 2000 лет назад. А то, что сейчас происходит, того вроде Бог не хочет. А как, Давид говорит, воспойте Богу какую песню? Новую, да? Новую, новую. Новые лучи стараются, да? И вот такие пиюты. Лиха Дади, Маос Сур Ешуати. То есть скала, оплот моей силы, Ешуати, мое спасение, мое Ешуа, да? И мы можем тоже возродить такую прекрасную традицию. Вот я сегодня буду выступать в субботу с комментариями Торы. Или стихи будут. Вот смотрите, что Павел пишет о литургии. Мы все знаем это. Не упивайтесь вином, да? Знаете это место? Да. Я вам дам, с точки зрения еврейского мышления, это Ефесянам 5 глава, с 18 по 20 стих. Итак, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Исполняйтесь духом. Помните, как? Как там исполняйтесь духом? Как вам говорил Кришин? Шпох, да? Шпох. Исполняйтесь духом. Шпох. Исполняйтесь духом. Назидая. Вот у нас употреблено слово «назидая» перевод, да? И получается так, что вот собирается, сначала выходит пастор на сцену, там назидает, назидает, назидает слово. Потом выходит на сцену, кто там, группа прославления, там хор выходит, и долго, и нудно назидает. Потом еще кто-то приходит с молитвой, там и назидает, да? А в действительности, это слово, которое произведено в греческом языке, означает «говорить», «рассказывать», «беседовать», «возвещать». Это я по номерам Стронга, можете посмотреть. Хорошо, сейчас посмотрим. Итак, смотрите. Что значит, какое слово? «Говорить», «рассказывать», «беседовать». Видите? Вы собираетесь для чего? Не для того, чтобы с кафедры кто-то назидал, остальные слушали, а для беседы. У нас верующие обычно беседы так собираются, что им надо обрезание языка, если это делать. Чаще всего, да? Но в данном случае здесь говорится, назидая, значит, что? Беседая. Говорить, рассказывать, беседовать. А это какое слово может быть заменено, если еврейским словом? Агада. Вы знаете слово «агада», да? А проповедник, знаете, как на еврейском языке? Магид. Агада – это что? Сказания, вот эти сказки, песни, тосты, то, что Шурик собирал, да? А Магид – это сказочник. Магид Андерсон, например, да? Итак, видите, собираетесь, у вас должна быть что? Ага, да. Дальше. Дальше. Назидая самих себя псалмами. Псалмами там употреблено слово «песнями хвалы». А песни хвалы, как можно по-юблески перевести? Тегелим, да? Тегелим, псалмы. То есть, это что? Хвала. Халель. Халель. Итак, что у нас должно быть? Ага, да. Да? Тегелим. Это песни хвалы. Дальше. Славословие. Славословиями. Опять у нас это такое, что-то выспоренное. В действительности употреблено греческое слово, которое мы все знаем. Гимн. Гимн. Торжественная песня. Да? Воспевающая Бога. Гимн. Торжественная песня. Славословие. Дальше. Следующая. Песнопениями употреблено другое слово. Ода. 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 Ну, знаете, Ода что? Это прославляющий стих, да? Многие писали Оды на восшествие императора и так далее. Это значит, что у вас? Есть халель у вас, да? Есть гимн. Торжественная песня. Славословие. Есть у вас Ода. То есть... Ода. Да. Ода, Благодарение и Ода отсюда. Это уже корни. Совершенно верно. Правильно. Дальше. Духовные песни. Значит, дальше употреблено слово духовные. Это пневматикас. То есть должны быть пневматические песни у нас. Пневматические, да? Исполненные пневма. Духом. Духовные песни. Дальше. Пая. Там употреблено слово славля песнями. Опять охоле. И следующее. Воспевая. А вот воспевая там соответствует очень... Слово близкое к слову нигун. Еврейское. Нигун. Здесь все соответствует слово нигун. Итак, что у нас должна быть? Ага, да, да? Да. Тегелим. Дагим. Ода. Пневматические песни. И нигуны. В сердцах ваших, Господа, благодаря за все Бога, во имя Отца, и во имя Господа нашего Иисуса, Христа. Да? То есть, вот эти... А? А сердца не было. А, да. Сердца ваших, Богу благодаря за все. Бог Отца. В сердцах, ну... Что такое? Нигун – это мелодия напев. Мелодия напев. Нигун. То есть, видите, вот вам пример. Вот вам пример той литургии, которая была тогда в синагогах, и которая тогда была в первоапостольской, как мы говорим, церкви. Или в общине верующих в Иешуа. Да. И теперь мы поговорим о Сидуре, о Седере, да? То есть, мы говорим литургия, или мы... Это греческое слово литургия, а еврейское слово Седер, да? И Седер записан в книге, которая называется Сидур. Сидур – порядок молитвы. Есть специальный Сидур. Помните, Махзор. Махзор – Хазар. Это возвращение, это особый Сидур. На какие дни? На дни покаяния, да? На дни покаяния. Да. По субботам и праздникам к храме приносилась дополнительная жертва. Поэтому в эти дни читают, кроме трех, молитв. Какие мы говорили? Шахарид, да? Минха и Маорив. Это у вас в тесте наверняка будет, да? Вот. Три вида молитвы. Помните? В Сидуре эти записаны молитвы. Но вот я сейчас говорю о литургии, о том, как проводится это. Значит, Шахарид, Минха и Маорив. В субботу и в празднике проводилась четвертая дополнительная жертва в храме, которая называлась Мусав. И поэтому дополнительная молитва называется Мусав. Мусав. Шахарид, Минха еще как? Значит, Шахарид, Минхам. Так, и какая мы еще говорили? Маорив. Не Маорив. Сейчас, подождите. Мусав, да. Мусав. Да, Маорив. Мы же сбили. Шахарид, Минха и Маорив. Все. И, значит, дополнительная это Мусав. Муся. Слово Муси, да? Запомните. Теперь дописывайте. Основной частью любой будничной и праздничной молитвы является молитва Амида или, как ее называют, Шмане Эсре. Амида, что это означает? Стояние. Потому что есть молитвы, которые произносятся Сосидя, и есть молитвы, которые произносятся только Стоя. Да? Амида означает Стояние. Или Шмане Эсре. 18 власловений. В действительности, в настоящее время их 19. Мы будем говорить о том, что было кроме власловений добавлено еще одно проклятие. И различные виды Амиды мы можем изменять Амиду в зависимости от обстоятельств или тех дней, которые мы читаем. Мы тоже об этом будем более подробно говорить. И второй по важности молитвы является молитва Шма Исраэль. Итак, какая самая главная еврейская молитва? Амида, да? Или Шмане Эсре. Вторая по важности молитва является Шма Исраэль. Шма Исраэль. Шма Исраэль. Слушай, Израэль. Вообще, это молитва или нет? Шма Исраэль, строго говоря, это не является молитвой. Может, у вас тоже этот вопрос быть на тесте, да? Чем отличается Шма Исраэль от других молитв? По сути, это не молитва. Когда человек молится, да? Мы говорим, что обращается к Богу. Но здесь мы обращаемся к народу, да? То есть, слушай, Израэль. И это не молитва в строгом смысле, а исповедание веры. Ну, хотя мы тоже называем молитвы. Но в строгом смысле это исповедание веры. Исповедание веры. Значит, Шма Исраэль, помните, сколько раз считается? И тоже у вас это два раза. Значит, утром и вечером. Так? А молитва Шма Исраэль три раза. Значит, каждый из этих трех молитв. Каковы правила молитвы? Шахарид читает после восхода солнца, но можно в течение до 1-3 части дня, 1-3 части дня. До молитвы Шахарид нельзя ничего есть по еврейской традиции, можно только попить воды. Амидас стояние. Стояние. Амидас стояние. Молитва Минха идет спустя полчаса после полудня и можно даже до захода солнца читать. Если вы не прочели 12 часов, в ночь 5 часов тоже можете до захода солнца. Значит, Шахарид сразу после восхода или в течение третьей первой части светового дня. Молитва Минха спустя полчаса после полудня и до захода солнца читает. Маорив читает после появления на небе трех звезд. Но в настоящее время в синагогах иногда совмещают Маорив и Минха потому что если люди живут далеко от синагоги три раза в день и входить трудно. И поэтому идет одна молитва а потом сразу короткая часть другой. Шмане Эсре читает шепотом слышим только маящегося стоя повернувшись лицом к Иерусалиму соединив ноги вместе. Отсюда стойка. Ноги вместе носки ростят. По стойке свирта. При чтении Шмане Эсре запрещено прерываться или отвлекаться на что-либо. Кантор читает громко остальные шепотом. Можно вообще молча как бы мысленно молча проговаривать. Во время общественной молитвы Шахарид и Винху Кантор повторяет шмане эсре вслух. Все присутствующие должны внимательно слушать и отвечать амен на каждое благословение. То есть, если идет повторно, могут не говорить, а молча проговаривать мысленно эту молитву. Но амен надо отвечать, помните, на каждое благословение. Амен. Женщины освободены от обязанности молиться три раза в день, так как иудаизм считает женщину более совершенным существом. Вот так. Мы несовершенные должны молиться три раза в день, а совершенные должны молиться один раз в день. Ну, а также у женщины много других обязанностей, вы сами понимаете. Так что это то, что говорят не сделала меня там женщина и так далее. Это женщины быть хорошо и благословенно. Ноги обижаются, да, и хотят быть мужчинами. Лучше быть тем, кем ты создан, Господи. Хорошо. Женщина разрешена читать молитву один раз в день в любое удобное для нее время. Молитву желательно читать посидуру в таком месте, где никто не будет мешать. Перед молитвой необходимо сделать не телат ядаем, а мовение рук. В Новом Завете есть молиться, поднимая чистые руки, да? Значит, то есть, это еврейская опять традиция. И отложить немного денег на дзаку. Благословение принесело и едаем перед молитвой не произносится. Тексты молитвы составлены были мудрецами, используются Тора, Танах, Пророки, а также слова великого псевдопедца Давида и пиюты более поздние. То есть, это очень хорошая вещь, Сидор. Только надо уметь пользоваться, правда? Надо уметь вкладывать свое сердце в эту молитву. Перед молитвой Шахарит взрослый мужчина надевает фигин и талит. Молиться предпочтительно в синагоге или в Миньяне, так как общественная молитва быстрее достигает небес. Кроме всеобязательных молитв, человеку не запрещено вносить в Всевышнюю любые молитвы произвольной формы и в любое время. Есть определенные варианты текстов молитвы. Называется Нусах. Нусах. То есть, различная литургия в культуре различных евреев. И это называется Нусах. То есть, Сидур это книга, да? Вот. И здесь это Сидур, Нусах, видите, написано Сфарат. То есть, разная культура, да? Она имеет свой список молитв. Помните, две основные группы евреев, это какие? Только сейчас слышали, Ашкиназы. Ашкиназы, это я? Да. Да, это вы, да? И Сифарды. Это вы, да? Хорошо, Ашкиназы и Сифарды. Поэтому, есть Нусах, Ашкиназ, это Нусах евреев выходцу из Германии, Литвы, Белоруссии и из Нехасидских общин Польши, Украины, России. Также в Нехасидских общинах Соединенных Штатах и других англоязычных странах и большинстве Ашкиназских Ешив в Израиле. Второй Нусах Нусах Сфаради. Сфаради это Сифарди, это кто? Основание культуры в Испании, да? Он также называется Нусах Эдот Мизрах, то есть вариант молитвы восточных общин. Он распространен в Израиле среди сифарских евреев и выходцев из мусульманских стран и есть свои модификации для восточных евреев. Нусах Бухарских евреев, Нусах Йеменских евреев, Нусах Марокканских евреев, то есть они каждый имеют свой Нусах, свой порядок молитвы. А есть еще Сфарад, Сфарад, видите, это принято большинство хасидских общин. А почему хасиды пользуются сифардскими? Видите, хасиды они используют еще кабалу, а большинство каббалистов они были выходцем из сифардских общин. Поэтому, хотя он ашкенавский, но он сфарад. То есть, здесь Нусах имеет больше сходство с сифардским и именно с какими частями сифардов, которые были каббалисты. Он очень хороший, очень интересный. Я еще раз говорю, просто когда берете некоторые вещи из кабалы, вы должны понимать, да? Вы должны понимать, где кабала, где действительно Слово Божие. Нусах, принятый большинством хасидских общин, называется Сфарад. Вот тут у меня книга. Значит, это Нусах ашкенавских. Отметим, может, в тесте у вас будет такая вот подловка, что хотя он называется Сфарад, да? Это Нусах ашкенавских хасидов. Вот. Да. А сами сифардские евреи, они не называют его Сфарад, а называют его Нусах хасидим. Название этого Нусаха связано с тем, что он разработан на идее раби Ицхака Лурия, главы каббалистов города Цфат в 16 веке. То есть, этот Нусах возник в 16 веке. А вот этот сам Ицхак Лурия, или сокращенно его Аризаль, он молился по сифардскому Нусаху. Сфарад является распространенным Нусахом синагогам ашххенадских евреев в Израиле, а также ашххенадских хасидских общинок Соединенных Штатов и других стран. Следующая разновидность Ари. Нусах Ари. Нусах составлен на основе идей Аризаля, основателем хасидского движения Хабада, рабе Шнеур Залманом из Лят. Это уже в 19 веке. Он принят только у хасидов Хабада. Он является вариантом Нусаха Сфарад, но со специфическими изменениями. Значит, помните, хасиды, они тоже разные, да? Есть Хабад, да? Не все Хабад, не все Любавичи, понимаете, да? Любавичи это часть Хабада, но не все Хабады. Да, а Хабад это не все хасиды. Так, Ари, это Нусах, составленный в 19 веке, рабе Шнеур Залманом из Лят. Ну, независимо, какой это Нусах, большинство молитв составлены на иврите, и только некоторая часть молитв на арамейском языке, потому что арамейский язык, вы помните, он был уже разговорным языком евреев после вавилонского пленения. Да. И вы знаете, что бейт кнесет, бейт тфила, да, и бейт мидраш, это название синагоги, то есть это у вас будет. Да. И, видите, еврей начинает молитву с благословения и кончает молитву тоже благословениями. Правда? Вот. Есть отдельно, видите, когда Шма Израэль еще читается и произносится евреями, во время смертельной опасности. Во время смертельной опасности. Эта традиция произошла от Раби Акивы, который читал, да, с его живого сдирали кожу, а он читал Шма Израэль, Адонай Элаэйна, Адонай Эхад, да. Вот. Он Шма Израэль считается именно перед такие моменты смертельной опасности. Это часть заповеди, да, Шма, слушай, Израэль, Господь Бог наш, Господь един. Формула Барух Шем Кевот, вторая, благословенная, имя славы царствую во веки веков. И третья, часть В. Агавта, и возлюбий, Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою, твоей, и всем существом, или всем достоянием твоим, и да будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня, на сердце твоем, и повторяй их многократно детям твоим, и говори о них в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая, и привяжи их, как знак, на руку твою, и да будут они украшения между глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на вратах твоих. И этот же текст находится где? В коробочках, да? В коробочках, которые используют евреи. Итак, молитва Шма Исраэль. Молитва Шма Исраэль. Вот если мы возьмем полностью молитву Шма Исраэль с благословениями, в начале идет призыв к молитве. Барху Эт Адонай Га Меварах. Итак, Барху читается только в присутствии Миньяна. Первое, пишите, Барху, приглашение к молитве Шма, да? Барху Эт Адонай Га Меварах. Что означает, как благословите Господа благословенного, да? Помните? Барху Эт Адонай Га Меварах. Поем мы это? Да. Вот знаете, да. Значит, Барху Эт Адонай Га Меварах. Благословите Господа благословенного. Так? И вся община стоя и слегка наклонившись отвечает. Барху Эт Адонай Га Меварах Ле Алям Ва Эт. Барху Эт Адонай Га Меварах Ле Алям Ва Эт. Значит, благословен Господь благословенный, как во веки веков. Дальше дается три благословения. Я их полностью читать не буду. Это длинное благословение. Первое благословение. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, создающий свет и творящий тьму, устанавливающий мир и творящий все. То есть, первое благословение за свет. Господь есть Бог. Он творит свет и тьму. Он все сотворил. Он все сотворил. Дальше говорится, что могучий властелин наш несокрушимая твердыня наша, защитник, спаситель наш, оплот наш. Защитник, да, Маген у Машиех и Маген, да, Маген. Спаситель наш, как будет? Е-шу-эй-ну, да? Оплот наш, Бог благословенный, знающий все, замыслил и создал солнечный свет. Он создал свет во славу имени своего. Будь благословен вечно, оплот наш, царь наш, избавитель наш и так далее. Хорошо. И потом говорится о том, что Бог создал ангелы и святые ангелы вокруг его, да, и что они провозглашают? Святость Бога. Да, да. И вместе они провозглашают святость его и произносят в трепоте. И дальше вся община говорит, свят, 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 Господь воин, вся земля полна славы его. Мы тоже это поем, да, кадош, 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 адонай, лагим, цевот, да. И ангелы, святые ангелы, с великим шумом произносят на встречу, подобно им, возглавляет Всевышний, говорят, благословенно, слава Господа, во всяком месте пребывания ее. Второе благословение, любовью вечной. Значит, первое благословение, это свет, да? Второе, любовью вечной. Ты возлюбил нас любовью вечной, Господь Бог наш. Милость безграничную оказал Ты нам, Отец наш, Царь наш. Ради имени Твоего великого и ради отцов наших, которые полагались на Тебя и которых Ты научил закону, чтобы исполнять волю Твою от всего сердца, пожалей нас и научи нас. Жалься над нами и дай нашему сердцу способность понимать и постигать Тору Твою, внимать словами ее, учиться, обучать ей, хранить, соблюдать и исполнять с любовью все учение Твое. Пусть будут ясны нам слова учения Твоего, пусть наше сердце будет открыто заповедям Твоим. И дальше там еще есть поспеши к нам и пошли в скором времени благословение и мир с четырех концов. Разбей ермо на шее наших и немедля поединяй с гордо поднятой головой страну нашу, потому что Ты Бог посылающий спасение Иешуа, и Ты избрал из всех народов и приблизил нас к великому имени своему. Ты один и благословен Ты, Господь, избравший народ свой Израиль с любовью. Значит, а тот, кто молится без Миньяна, произносит перечтением Шма Эль Мелих Неймана Бог Царь Вечный Бог Царь Вечный И дальше следует молитва Шма Исраиль Итак, а третье благословение перечтение как перечтением Торы, да? Ну, как перечтение, да, то, чтобы Бог просветил наш разум, да, к пониманию Торы. Третье благословение, чтобы Бог просветил наш разум к пониманию Торы. Шма Исраиль это важнейшая еврейская молитва, заповеданная непосредственно Торы. Текст Шма не является молитвой строгой в смысле слова, так как в нем нет прославения Всевышнего и наших просов к нему. На иврите различают понятие Крият Шма, буквально чтение Шма и Тфилат Амеда. Молитва Амеда, то есть молитва Амеда называется Тфилат, а Шма называется Крият, то есть чтение или провозглашение. Чтение Шма это символ веры иудаизма. Первый стих Шма особенно важен и очень желательно читать его на иврите. При чтении слов «Слушай, Израиль», необходимо четко осознать следующее «Господь Бог наш Владыка, Он один во всех мирах, на небе и на земле и абсолютно всюду». И Шма Исраиль Адонай Элагейну Адонай Эхат Как Адонай Элагейну Адонай Эхат? Да, помните? Адонай Элагейну Адонай Эхат надо произнести на одном дыхании. Нельзя сказать Шма Исраиль Адонай Элагейну вдохнуть Адонай Эхат. Это как раз свидетельство троичности Божия. Адонай Раз Элагейну Два Адонай Три И все это что? Эхат И все это Эхат И все это Эхат Итак, первая часть мы говорили из трех частей состоит Шма Исраиль Адонай Элагейну Адонай Эхат Вторая часть это провозглашение Царства Божьего Традиционно она считалась евреями тихо Почему? Потому что евреи всегда обвиняли в том что они непокорны императору например помните преследователь христиан и евреев а император может быть только один а тут провозглашается еще кто-то неизвестный царь и даже Ишо он практически по политическим причинам был правда казнен потому что что там написано царь было написано его вина была в том что он царь да но в данном случае было видите написано по решению какого суда римского суда римлянам было все равно какой-то верой но вопросы лояльности к императору это было очень строго правда а что поэтому второе благословение которое идет второе благословение да оно считается тише но мы можем читать и громко у нас особо нет для этого причины мы мессианские евреи как еще присоединяем мы исповедуем исповедание машеха да еще у а машея у адон а коль да еще мессия это господь всего гу в данном случае это как переводится слово это это господь всего дальше еще очень важное исповедание мы можем произносить его и на еврейском и на русском тут уже нет такой обязательности но возлюби господа бога твоего всем сердцем своим всей душой своей и всеми силами всей крепостью твоей всем что ты имеешь значит в агавта возлюби аданай элла гейха бехоль левавха всем сердцем да вехоль навшейха всей душою у вехоль меодеха и дальше можно добавлять и будут эти слова которые заповедаете сегодня на сердце твоем и научи им сыновей своих и произноси их сидя дома но это уже не исповедание это уже инструкция к применению да вот сидя дома и находясь в дороге ложась и вставая и в знак повяжи их на руку твою и будут они украшения над глазами твоими и напиши их на косяках дверей дома твоего и ворот твоих то есть это говорит о мезузе и толите и тфелине и будет если вы будете послушны повеления которые я даю вам сегодня любить Господа Бога вашего и служить его сердцу и всей душой вашей то дам я вам и дальше читаются различные благословения но мы можем говорить да о трех частях да первая часть это то есть провозглашение единства Божия второе провозглашение Царства Божия да то есть барук шамковод белхатоли алям воет имя мессианские евреи говорю и шо так и третья часть это да возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и так далее первое провозглашение Божьего единства второе провозглашение Царства Божьего так и третье это что это заповедь любви да это заповедь любви то есть три части три части и заканчивается когда Кантор громко повторяет Господь Бог наш истина Господь есть то истина есть еще благословение после чтения Шма после чтения Шма и вот видите то что говорят твилин да вот мезуза это евреи да ортодоксально используют в прямом смысле да а вот караимы не пользуются твилином и мезузой потому что караимы говорят что вот это навяжи эти слова да и косякам дверей напиши это метафора то есть это относится к чему перед глазами своими то есть постоянно там где мозг думает об этом да рука это что действие пусть твои все действия будут таковы и мезуза дом твой караимы есть такое видите некоторые что мезуза охраняет дом вот чтобы такого не было караимы которые вы помните они более строго придерживаются торы они считают что это метафора поэтому у караима вы можете не встретить талита тфилина или мезуза я говорю что служение караима оно очень близко к служению первоапостольской церкви ну очень близко очень близко хорошо все